Шуйская театральная студия Теза существует с 2013 года. Тогда коллектив местного телеканала Теза ТВ решил, что городу не хватает культурного бэкграунда. Репетируют актеры непосредственно в офисе телеканала, здесь же дают спектакли. С дебютной постановкой по пьесе Евгения Евтушенко «Северная надбавка» труппа объехала десятки городов, среди которых Иваново, Владимир, Вологда, Череповец, Санкт-Петербург. Здесь раньше был театр эстрадных миниатюр в Шуе, довольно-таки известный, который тоже ездил по стране, я был его руководителем. Потом были годы, когда ничего не было. И мне все время хочется, чтобы в Шуе был театр. Наверное, потому, что без театра это еще не город, уже не село, но не город. Вот ощущение города, оно начинается с ощущения театра, когда есть куда пойти. Вот мы здесь сделали место, куда можно пойти. Проводим здесь что-то неформальное, интересное, новое, свежее. И мне это нравится. В репертуаре театральной студии всего несколько спектаклей. Работа над каждым требует времени и денег, как минимум на декорации и костюмы. Средства, вырученные на гастролях, едва покрывают стоимость проезда и проживания. Заработать на увлечении театром пока не получается. Но это никого не останавливает. Команда продолжает работать над новыми постановками. Сейчас мы ставим спектакль. Это такая легкая такая комедия. Он, она, окно покойник, первую часть. И премьеры у нас назначены на 17-18 мая. Если все получится, если у нас все это срастется, то как раз таки этот спектакль у нас будет. Здесь уже готовятся декорации, как раз они за моей спиной находятся. И он у нас будет немножко другим. Мы немножко решили отдохнуть от всего вот этого, от такой тяжелой драмы, от трагедии. Вот сейчас как раз немаленькие трагедии, там все такое тяжелое. Это легкая такая история, комедийная, очень смешная. Петр мне написал, что Вик, вот есть такая возможность прийти к нам в театр, посмотреть, если тебе понравится, если ты захочешь с нами играть, будет очень хорошо. Если это не твое, тебе не понравится, ты не захочешь, то мы тебя на сильно заставлять не будем. Я пришла, посмотрела и вот уже второй год с ними театралью. Чтобы получить господдержку, на новые спектакли приняли решение зарегистрировать некоммерческую организацию и подать заявку на президентский грант. За помощью обратились в ресурсный центр НКО, организацию, которая объясняет, как правильно оформить документы. Там же можно получить консультации юриста и бухгалтера. К нам могут обратиться как руководители некоммерческой организации, члены некоммерческой организации своими инициативами. Также и любые гражданские активисты, люди, которым просто интересно попасть в некоммерческий сектор, который находится около него, или им кажется, что они находятся около него и хотят быть ближе. То есть это любые совершенно граждане, которым просто интересно внедриться в этот сектор. Помимо театральной деятельности, журналисты Тезе ежегодно организуют в Шуе музыкально-поэтический фестиваль. Деньги на его проведение решили собрать с помощью краудфандинга, добровольных пожертвований в интернете. Основная идея фестиваля заключается в том, чтобы каждый житель нашего города, каждый шуянин мог прийти в центр города в определенный день и послушать эту музыку. Посмотреть на молодых авторов-исполнителей, на поэтов, поучаствовать в каких-то мастер-классах, поучаствовать в каких-то благотворительных историях. Потому что помимо музыки, стихов, детских мастер-классов, мы вкладываем еще какую-то благотворительную составляющую в фестиваль. То есть в прошлом году мы, например, собирали деньги для приюта «Зоу-37». В планах у студии отремонтировать зал для репетиций, построить полноценную сцену и продолжать гастролировать. Мы растаем и снова станем. И неважно в каком бору, важно жить, как леса хрустальные после заморозков поутру. Лишь одно на земле постоянно. Словно свет звезды, что ушла. Продолжающееся сиянье. Называли его душа. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иванова, Шуя.